Врачебная ошибка 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 То есть нет какого-то однозначного сборника, в который мы можем обратиться и сказать, что врач должен был сделать это, это и это. То есть все, что регламентировано нормативно, это стандарты оказания медицинской помощи в зависимости от каждого заболевания. И общие требования к качеству оказания медицинской помощи, которые также нормативно закреплены. Так вот, когда мы говорим о том, правильно ли произведена диагностика, правильно ли проведено лечение, тогда мы обращаемся как раз таки к тем стандартам и к той медицинской документации, которую оформлял врач, ну медицинская организация. И тогда уже в ходе экспертизы, либо в ходе проверки контролирующего органа идет как раз проверка о том, с какими жалобами обращался, какие диагностические мероприятия были предприняты, какие лекарственные средства были назначены. И все вот это в совокупности дает более такую правдивую информацию о том, что получены нужные результаты, были ли ошибки в лечении. Ведь здесь вопрос еще связанный с чем? С тем, что мы иногда неправильно сами для себя понимаем характер этого заболевания и возможную степень его излечения. Потому что есть заболевания хронические, которые на самом деле вылечить полностью невозможно. Тогда лечение сводится к чему? К тому, чтобы снять острый период, убрать большую часть симптомов, то есть облегчить и улучшить качество жизни. У нас буквально есть 30 секунд до финала. Как застраховаться, чтобы, если вдруг что-то случится, облегчить себе жизнь при доказательстве того, что врач был неправ? Есть какие-то рекомендации, когда ты идешь на прием к специалисту? Или подстраховаться? Да, на что надо? Включать диктофон, записывать под диктовку. Что нужно делать? Брать на руки выписку или справку, которую после приема у вас сохранять те рецептурные бланки, либо просто сведения о действующих веществах и порядке их применения, чтобы в дальнейшем у вас были те доказательства, что вы были именно у этого врача, и он давал вам именно такие рекомендации. Большое спасибо, Елена Кудерко была вместе с нами. Я надеюсь, что вам эти рекомендации не понадобятся. Ну, потому что давайте мы все будем здоровы, и к врачам вообще ходить не будем. Да, но, если что, будем ходить хорошим адвокатам. Спасибо большое, Дан.